В Одинцовских храмах негде яблоко упасть со дня крещенского сочельника, когда совершается первая Великая Вода освящения. В сам же День Богоявления все стремятся в храмы, пытаясь выкроить для этого время специально. В Георгиевском соборе Божественную Литургию возглавил Архимандрит Нестор в сослужении священников собора. Богоявлением праздник называется, потому что во время крещения Господня состоялось явление Святой Троицы в трех ипостасях. Глаза Бога Отца, глаголющего с небосей, есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте, Бога Сына, Иисуса Христа, вошедшего в Иордан, и Святого Духа в виде голубя. Установление празднования крещения Господней Богоявления было необходимо Древней Церкви и для противостояния еретикам, отрицавшим Святую Троицу, и для исповедания таинства крещения. В церквях в канун Богоявления крестились многие оглашенные, для этого освящали воду. Отсюда исходит традиция Великого Водосвятия, совершаемого в православных храмах. Молимся Тебе, Владыка, Человеколюбчик, воскрати и на нас недостойно травок Твоих, по божественному Твоему обещанию, воду чистку Твоего благоутробия дар. Лет 700 назад в Иерусалимской Церкви водосвятие совершалось торжественно с крестным ходом к водоему в память о крещении Спасителя. Русская православная церковь призывает помнить, что если мы не будем стараться изменить себя для Бога, употребление святой воды нам не поможет. Церков говорит, чтобы святая вода принесла пользу, нам придется позаботиться о чистоте души, о том, чего без покаяния не бывает. Праздник напоминает, Сын Божий уподобился нам во всем, кроме греха. Когда он пошел в воду, он взял на себя грехи всего человечества и принес за них жертву на Богу. Сделал так, чтобы мы спасались благодатью, чтобы у нас была сила премьер и ждать грех, чтобы у нас возможность была быть с Богом. И вот не случайно, как символически, он взял на себя грех и осветил естество земное, в том числе и воду. Три емкости для святой воды в Георгиевском соборе общим объемом 10 кубометров расходуются довольно быстро, впрочем, они пополняются. Крещенская вода – Великая Геасма, в переводе с греческого – Великая Святыня. Ее окропляют в жилище, пьют утром натощак. Люди несут воду домой, помня, что известны случаи, когда она помогала исцелиться. И здесь горячая молитва обязательно. Церковь говорит о том, что Бог не творит чудес там, где хотят видеть только их, не делая усилий для спасения души. Что касается самой воды, то многие святые призывают относиться к ней как к благословенному дару Бога. Тогда она станется нетленной, свежей и чистой. И, само собой, крещенская вода должна быть в каждом доме православного христианина. А вот купание в проруби – скорее народная традиция, не заменяющая покаяния и церковной жизни. Христианин к празднику готовится по-другому, готовится к причастию, молитвы читает. Это совсем другое отношение. Но с другой стороны ведь неисповедимы пути Господней. Никто не знает, когда конкретного человека Господь приведет. И надо верить, что все равно рано или поздно приведет храм, а не в прорубь. Четыре праздника таких больших-больших-больших. Рождество, Пасха, Троица и Крещение. Когда на самом деле, как в детстве, когда-то в детстве бывают такие... Это такое чувство, только в детстве бывают, когда ты просыпаешься с радостью на душе. В эти дни есть радость на душе. Я не знаю, но прийти в храм обязательно, это традиция, работаешь, не работаешь, работаешь в 6.30. И вот это ощущение радости. Нет, это необычный праздник, поэтому все очень возбуждены, довольны, радостны. И поэтому, нет, это необычный. Все прекрасно, все очень хорошо. А почему радость-то такая? Радость, потому что рядом с Богом. Чувствуем это даже. Вот воду даже разливали, когда Господь помогает во всем и все я. Если кто не успел запастись крещенской водой, огорчаться смысла нет. И в последующие дни можно отправиться в Георгиевский или Гребневский храм. Воды хватит всем. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова. Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцовское благочиние.